Всем привет, дорогие друзья! Это пятница, это Еженовости, это рубрика, в которой я смотрю, что же произошло с нашим любимым футбольным клубом Локомотив за прошедшую неделю. Ну и даю какую-то свою оценку и свое мнение по этому самому произошедшему. Так что давайте без лишних слов сразу к новостям. Ну а вы, пока я собираюсь с мыслями, ставьте лайк, подписывайтесь и переходите по ссылкам в описании, потому что вы таким образом мне очень сильно поможете. Погнали! Эта неделя охарактеризовалась большим количеством трансферных слухов вокруг Локомотива, причем как на вход, так и на выход. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о том, кто может пополнить состав Локомотива, а кого в следующем году мы с вами скорее всего не увидим. Кроме того, в Локомотив пришел помощник Дмитрия Ульянова, главный селекционер или какая там у него должность непонятная Сергей Литвинов, немножечко вам о нем расскажу. Ну и Локомотив узнал своего соперника по пути РПЛ Кубка России. Так как финал Кубка России пройдет в 2023 году, год нечетный, соответственно мы должны этот самый кубок забирать. Об этом тоже с вами сегодня поговорим. Поехали более подробно. Для начала поговорим о том, кого мы точно с вами не увидим в следующем году в Локомотиве. Это Педро Габриэл, он же Педриньо. 7 декабря Локомотив подписал с Сан-Пауло арендное соглашение, по которому 2023 год этот самый Педриньо проведет в Сан-Пауло. Мы с вами этот переход уже подробно разбирали в прошлых еженовостях. Тогда это был только мусолящийся слух, только зарождающийся. Всего неделя прошла и вот уже финализировано соглашение. Педриньо уже в Бразилии, уже сфотографировался в футболке Сан-Пауло, уже высказал массу комплиментов главному тренеру Рожерио в сцене. И, ну, я думаю, что история Педриньо в любом случае в России завершена. Очень сомнительно, что пройдет 2023 год, наступит 2024, и Педриньо такой, ура, наконец-то возвращаюсь в любимую свою Россию. Я думаю, что этого не произойдет. В арендном соглашении прописана фиксированная сумма выкупа, за которой Сан-Пауло может приобрести Педриньо. Но даже если они не соберутся его выкупать, сложно представить себе ситуацию, при которой и Сан-Пауло не захочет выкупать Педриньо за некую фиксированную сумму выкупа, и Локомотив при этом захочет себе вернуть. Если Педриньо забьет, там, не знаю, 20 голов, Сан-Пауло наверняка его выкупит. Если Педриньо все это время просидит на лавке, и Сан-Пауло не захочет его выкупать, то и Локомотива-то он нафиг не нужен. Он, соответственно, будет продавать или отдавать дальше в аренду, только еще более дешево. Ну, в общем, спасибо Педриньо за покер ворота Химок. Знаю, что многие люди успели полюбить Педриньо за его дриблинг, за его нацеленность на ворота, за какую-то красоту бразильскую, которую он творил на поле. Мне, как вы знаете из прошлых еженовостей, Педриньо в душу запасть не успел. Ну, не увидел я ничего в нем такого, о чем стоило бы плакать. Примерно вот как Тина Анжарин, который год назад был, забил гол Марселю. Казалось, что вот человек из Челси, умеет многое. Большой такой гигант, на которого рассчитывал Томас Тухель. Но он уехал, получил травму, продолжает свою карьеру где-то в первой английской лиге. Ну и ничего не отзывается, ничего не ёкает. Я даже не ищу его статистику, как он там сыграл. Вообще-то за бывшими Локомотива слежу довольно активно. Но вот то же самое у меня будет, скорее всего, с Педриньо. Потому что, ну, был и был. Все-таки три месяца, ну, недостаточный срок, чтобы я полюбил футболиста. Да и появлялся на поле он довольно редко. А когда появлялся, за исключением кубковых матчей с Химками и Краснодаром, я не видел ничего в нем такого уж гениального, за что стоило бы цепляться, за что стоило его хватать всеми силами и оставлять в Локомотиве. Другое дело, что если уходит Педриньо, и если уйдет Камано, об этом чуть позже, то, наверное, пополнение на левый фланг атаки Локомотиву все-таки будет нужно. А Камано может уйти. Когда появилась новость о Педриньо, да, многие писали, что, ну, как же так, уходит Педриньо, посмотрите, у нас Камано, давайте лучше отдадим Камано. Но оказывается, что, скорее всего, Локомотив отдаст обоих. По крайней мере, новость о том, что Камано может перейти в Нант, а также им интересуются и другие французские клубы, появилась не где-нибудь, а в самом авторитетном французском издании Лекип. И этой новости мы, естественно, обязаны доверять. И если вы помните, Камано уже мог уйти из Локомотива где-то весной или зимой этого года, в феврале. Но тогда, похоже, Камано провалил медобследование и, соответственно, из клуба не ушел. Так что теперь скрещиваем пальчики, надеемся, что Камано здоров и никакие медобследования не провалит. Что тут важно? Изначально, когда приходил Камано на сайте футбольного клуба Локомотив, не было указано, какой срок контракта у Франсуа Камано. Там было написано «долгосрочно». Это может означать абсолютно что угодно. И на трансфермарке, например, поставили длительность контракта в 4 года. Типа он должен закончиться в 2024-м. Но этим летом Томас Цорн сказал странную фразу, что, мол, мы работаем над продлением завершающегося контракта Франсуа Камано. А французское издание Лики прямо пишет о том, что соглашение Камано с Локомотивом заканчивается не в 2024-м, а в 2023-м году. И значит, до конца контракта у Камано всего полгода. Полгода это тот срок, когда Камано может уже, не оглядываясь на Локомотив, самостоятельно договариваться по своему контракту и переходить куда-то летом на правах свободного агента. Ну и, соответственно, это очень серьезно понижает трансферную стоимость Камано. И если в свое время мы приобретали игрока из Бордо за 5,5 миллионов евро, сейчас стоимость Камано, ну, очень-очень вряд ли превысит какой-нибудь миллион евро. И это уже в самом лучшем случае. Опять же, через полгода Камано уже может совершенно спокойно уходить бесплатно. Нужен ли Камано Локомотиву? На мой взгляд, абсолютно нет. И хотя Камано при каждом из наших тренеров этого года постоянно выходил в основном составе, мало кто понял, и я в их числе, зачем он, собственно, это делал. Его отправляли играть на острие, но у него совершенно не получалась эта игра на острие. Он очень плохо боролся за мячи, он очень плохо реализовывал свои моменты. И да, он забил парей НН наконец-то дальним ударом. Когда приходил Камано, мы смотрели на нарезку и думали, что он теперь будет колотить из-за пределов штрафной по девяткам. Но ни один из ударов Камано вплоть до последнего матча этого года не приходился в цель у Камано из-за пределов штрафной. И вот, наконец-то, наконец-то он забил. Но при этом, да, вспоминая игру нормальных нападающих на этой позиции, даже Ваня Игнатьева, который вроде как наконец-то поправился и начнет предсезонку уже в основной группе, даже Ваня Игнатьев играл, ну, гораздо полезнее, чем это делает Камано. И ладно бы Камано забивал, ладно бы он там отрывался от защитников, получал передачу, обыгрывал вратаря, забивал. Нет, у него даже если есть моменты, он их порит, ну, а большую часть матчей, которым провел в этом сезоне, в прошлом сезоне, у него и моментов-то не было. Поэтому, к сожалению, я думаю, что история Камано все-таки на этом, в локомотиве, подходит к концу. Жалею ли я об этом? Скорее нет. Камано, как мне кажется, так в локомотиве и не раскрылся. Камано, который блистал просто в Бордо с тем же самым Малкомом, и казалось то, что из него может вырасти звезда мирового уровня, которым интересовался в том числе Ливерпуль, в локомотиве так и не появился. Буквально 3-4 месяца Камано весной 2021 года были хорошими. При Николиче, при этом вот Ромби, Камано нашли позицию центрального нападающего, и он как-то умудрялся постоянно караулить ошибки соперников и наказывать за них. Но и потом даже с Николичем, да, это не вопрос тренера, даже с Николичем у Камано особенно ничего не получалось, ни с немцами в этом году. Да, он забивал в Лиге Европы Галтосараю там с полуметров. Но, условно говоря, стать вторым фарфаном, а я лично надеялся, что в лице Камано мы получим кого-то, если не близкого по уровню к фарфану, ну, что-то очень похожего по стилю игры, мы так и не получили, и большой пользы от Камано в Локомотиве так и не случилось. Посмотрим, уйдет ли он, и если уйдет, то, как я уже сказал до этого, уже совершенно точно в Локомотиве должен появиться игрок, который смог бы играть на левом краю атаки. Желательно совмещающий и лучшие стороны Педриньо, и лучшие стороны Камано, и который может хорошо в подыгрыше сыграть, и который будет активно возвращаться в оборону, а именно за это тренеры любили Камано, кто может дальним ударом завершить атаку, кто может сделать передачку, ну, в общем, Уилсон Исидор в целом все это умеет и все это показывал, но вот ему нужен еще один человек, тем более, что Исидоры, возможно, будут использовать и в качестве центрального нападающего. Вообще, как мне кажется, очень многие ждут распродажи в Локомотиве, и того, что футболисты, которых покупали немцы, клуб наш покинут, и на их место Нагорных, Ульянов, Поляцкин, Хабаров, Андреев агент, они будут набирать уже людей и собирать новую команду. Я лично этого не жду, но вот еще один слух, который подтверждает вот это самое массовое ожидание, это то, что якобы Тин Едвай оповестил клуб о том, что он собирается сменить команду этой зимой. Я в этот слух, честно говоря, не очень верю. Во-первых, потому что Тин Едвай до этого неоднократно говорил, что он счастлив в России, ему нравится Локомотив, и потому что в целом Едвай довольно много играет, если он не травмирован. И несмотря на вот эту вот статистику, по которой Тин Едвай является лидером по количеству углевых ошибок в российской премьер-лиге в первой половине сезона, мне кажется, что Локомотиву найти игрока даже хотя бы такого же уровня, как Едвай, будет не очень просто. А чтобы найти такого же, нужно будет потратить большую сумму денег, которой, как мне кажется, у Локомотива нет. Ну и главное, источник этой новости, это Еврофутбол.ру, которому я не доверяю вообще ни на сколько. Я уже, опять же, до этого говорил, что, как мне кажется, они пишут новости, исходя из какой-то общей логики происходящего. Поэтому они могут сказать, что РЖД выделит Локомотиву 10 миллионов евро на трансферы. С чего, почему? В РЖД вообще нет такой практики выделения какой-то фиксированной суммы на трансферы. Есть бюджет, и исходя из этого самого бюджета выделяется какая-то сумма на трансферы, какая-то на зарплаты, какая-то туда, какая-то сюда. И этот самый бюджет, он утверждается не сейчас, не вот когда Нагорных пришел. Он утверждается сильно заранее. Поэтому, ну, много таких слухов пишет именно Еврофутбол.ру, которым я не верю. И в частности, ну, просто могу себе представить ситуацию, при которой в редакции этого самого интернет-издания... Так, ну там в Локомотиве вроде как все уходят. Кто еще может уйти? Ну, вот Тин Е2 вроде плохо играет, в последних матчах не играл, наверное, тоже может уйти. Ладно, пиши давай. Если уйдет, то значит мы попали. Не уйдет, так и все забудут про эту новость. Ну, вот как-то так, мне кажется, и сочиняются слухи в современной прессе. И самое яркое этому подтверждение, это когда уходил Педриньо за сутки. До этого Спортэкспресс якобы связался с руководителем футбольного клуба Сан-Пауло, который их заверил, то, что футбольный клуб Сан-Пауло вообще не знает, кто такой Педро, никаких переговоров не ведет. И Спортэкспресс это опубликовал, хотя в бразильской прессе во всех известных мне источниках, пишущих про бразильский футбол, это Ланцет, Глоба и многие другие, написали о том, что переговоры с Педриньо были подтверждены в клубе. И Спортэкспресс кому-то там позвонил, что-то написал и обосрался. Прошло меньше суток между заявлением якобы Руй Коштова, руководителя Сан-Пауло в газете Спортэкспресс, что никакого Педриньо они знать не знают, до официального объявления Педриньо. И я думаю, что на самом деле просто... Просто сочинили фейк, и сейчас точно так же активно разгоняют информацию об условиях перехода Педриньо. Да, Метарейтингс написал сразу после совершения перехода Педриньо о том, что Локомотив, дескать, будет платить большую часть зарплаты Педриньо, а сумма выкупа сильно меньше, чем то, за сколько сам Локомотив этого Педриньо покупал. Спортэкспресс через сутки после перехода написал о том, что вообще-то нет, что это Сан-Пауло будет платить Локомотиву за аренду и покроет все 100% зарплаты Педриньо. Но факт есть факт, никто в России вообще не знал о переходе Педриньо в Сан-Пауло. Эту тему разгоняли бразильцы. Они проникали во все возможные места Сан-Пауло, чтобы добыть какую-то информацию по этому переходу, и они вообще ничего не знают об условиях сделки. Они прямо об этом пишут, что условия сделки засекречены, информации пока нет. А Метарейтинг все знает. Вот он еще позавчера не знал о том, что Педриньо вообще переходит, а сегодня он уже знает, что там, какие условия прописаны в контракте. К сожалению, такова нынешняя реальность спортивной журналистики России. И вся вот эта вот информация, она должна очень-очень сильно просеиваться, профильтровываться и ни в коем случае не восприниматься, как истинно в последней инстанции. Где-то записали, где-то запомнили, сравнили с другими источниками. Подтвердилось? Хорошо, принимаем. Не подтвердилось? Забыли и едем дальше. А дальше мы едем к игрокам, которые могут пополнить состав локомотива и про них тоже кое-что стало известно на этой неделе. Совсем мельком зацепим фразу Тимура Гурская в очередном там шоу, которое они проводят, что Пеняев, судя по всему, одной ногой в локомотиве и уже очень скоро это объявят. Об этом говорят многие. И это будет логичная сделка. И это будет сделка на тот самый левый фланг, который у нас ослабится с уходом Камано и Педриньо. В целом, размен Камано и Педриньо на Сергея Пеняева я могу только одоблить. Сергей мне нравится как футболист. Сергей Пеняев мне нравится еще со школы. Я видел все его бомбардирские рекорды, когда он там залетел в Чертаново и разнес просто всю лигу, забив что-то порядка 50 мячей за сезон. А в сезоне у них там 20 матчей, чтобы вы понимали. И у ближайшего конкурента было в два раза меньше мячей по всем возрастам. А тут 50 плюс. И он продолжил, продолжил так в каждом следующем году забивать. Мы ему давали золотые мячи звания лучшему игроку и золотые бутсы. И вся вот эта история, конечно, за Пеняевым я всегда следил и прекрасно знаю. Как минимум у меня есть его номер в телефонной книжке. Можно всегда будет набрать и поздравить. Пеняев уже сейчас, несмотря на то, что он игрок 2004 года рождения, выходит и является довольно большой силой в составе крылья советов. Он и забивает, он и отдает. Но главным образом он приковывает к себе внимание, потому что он рушит оборонительные редуты соперника. Это одно из самых важных качеств, которыми должны обладать футболисты, играющие по краям. То есть, если ты сможешь сломать вот этот вот самый первый редут обороны на рывке или на дриблинге или еще каким-то образом, да, там, не знаю, прикольно открываясь и получая мячи между линиями, остальным игрокам обороны придется смещаться, рушить построение, и тогда другим игрокам, атакующей команды, будет больше пространства, больше времени, больше возможностей для того, чтобы забивать галлы. Это азбука, и Сергей Пеняев отлично себя демонстрирует именно в этом качестве, при том, что, опять же, я повторюсь, ему всего 18 лет, и с каждым следующим годом он будет все более и более значимой силой. Поэтому прихода Сергея Пеняева буду всячески рад. Единственное, что меня расстраивает, это то, что карьера Сергея Пеняева должна была быть совершенно другой. Когда в 16 лет он ездил на просмотр в Манчестер Юнайтед, и его там хвалили, его там выделяли, это абсолютная правда, это не выдумки. Он выходил на двухсторонки и забивал там по 5-6 мячей. То есть он был лучше своих сверстников из Академии Манчестер Юнайтеда. Довольно сильной Академии по английским меркам. Карьера этого парня, она не должна была быть такой, что из чертана он переходит в крылья Советов, а из крыльев Советов переходит в локомотив, который находится на 14 месте. Он в 18 лет должен уезжать в Европу, Бельгия, Голландия, если уж Манчестер Юнайтед его не берет. Клубы, которые развивают футболистов, где он поиграет в Еврокубку, где засветится, где его обязательно возьмут на карандаш. Поэтому, конечно, я буду рад, если Сергей Пеняев придет в локомотив, но вместе с тем буду немножечко грустить от того, что карьера Пеняева развивается не так, как я себе это представлял, что он не уехал в 18 лет разрывать Европу, как это делает сейчас, например, Хвича Кварацхеля. Правда, по сравнению с Хвич, у Пеняева есть еще примерно 3 года. Так что, может быть, еще все осуществится. И если же в целом говорить про трансферные слухи вокруг локомотива на вход, то стоит отметить заметку Ивана Карпова, который дал достаточно много информации и пищи для ума. Верить или не верить, опять же, дело ваше. Мы просто эту информацию, как я сказал раньше, записываем куда-то себе на подкорку и затем будем проверять. По этой самой информации локомотив этой зимой могут пополнить от 3 до 6 новичков. При этом, приоритетные позиции, на которые сейчас рассматриваются новички, это левый защитник, центральный защитник и центральный нападающий. И это довольно странно, учитывая, да, что локомотив могут покинуть два левых нападающих. И есть активные слухи о том, что придет Сергей Пеняев, тоже левый нападающий. Но перечни позиций, которые локомотив собирается усиливать, по мнению Ивана Карпова, этой позиции просто нет. Ну, а если говорить про позиции центрального защитника и левого защитника, возникает огромнейший вопрос, а нахрена? Левый защитник — это позиция, которая плотно занята Наиром Текнезианом, довольно молодым футболистом, футболистом с российским паспортом, футболистом, которого Галактионов сам лично брал в молодежную сборную и который у него там очень здорово играл. Более того, Текнезиан — это же лучший игрок ноября того периода, в который Галактионов пришел в локомотив. И, ну, странно было бы, если бы Галактионов сказал, что вот этот парень нас не устраивает, нам нужно усиление на эту позицию, а все остальные — нормально. Ну, правый защитник, на который ты выставляешь Митая, нет, позиция нам не нужна в усилении. Вот левый защитник — это да. Ну, собственно, Митай прекрасно себя показал в тех матчах, которые Галактионов его выпускал, но Митай — это как раз левый защитник. И как бы позиция именно левого защитника выглядит хорошо укомплектованной. Никогда не думал, что я об этом скажу там еще года два назад, но я не хочу усиления позиции левого защитника. Давайте посмотрим на правый край, где у нас играет Живоглядов и Нинахов. Кроме того, есть Сельянов, которого вы так хотите вернуть. И, ну, зачем? Зачем нам нужен еще один правый-левый защитник? Говорит Иван Карпов про Макурчука, который играет в схеме с тремя центральными защитниками. И он, конечно, он неплохо играет за Сочи, но, тем не менее, ну, я вообще не вижу, чем Макарчук, лучше игроков наших на левом краю. И Макарчук тоже совершенно не молодой и вряд ли сильно как-то прибавит. То есть, на мой взгляд, Макарчук — это просто еще одна покупка игрока уровня Живоглядова или Нинахова. Еще упоминается Юрий Горшков из Крыльев Советов. Ну, как я упоминал в прошлых же новостях, теперь каждого игрока Крыльев Советов будут сватать в Локомотив, потому что Нагорных, Андреев, Поляцкин, короче, там все это связь чертановская. И даже если ничего нету, никаких разговоров нету, все равно будут говорить о том, что Ежов, Глушенков, Горшков, там, Солдатенков, кто угодно может перейти в Локомотив и, ну, в кого-нибудь они пальцем попадут, тыкая в небо, ну, и будут потом козырять о том, что мы и сказали об этом первыми. Короче, не сильно в это верю и не сильно бы этого хотел. Будет довольно странно, если Локомотив решит все-таки усиливать позицию левого защитника. Ну, и по центральному защитнику тоже непонятки. У Локомотива есть Тин Едвай. Ну, хорошо, предположим, Тин Едвай уходит, но есть Кузьмичев. Есть Фасон, который поправится и который, ну, на мой взгляд, очень хорошо себя проявлял в июле, в июне в товарищеских матчах и точно, совершенно не требует замены. Плюс к этому, Погоснов себя хорошо проявил в тех матчах, в которых выходил, есть еще Макеев, есть еще Мампаси и Дмитрий Баринов, который может выйти на позицию центрального защитника. Хоть и будет это не очень хорошо, но в каких-то моментах может подменить. И зачем сейчас усиливать позицию центрального защитника? Ну, я просто этого не понимаю. И какого плана тогда этот самый центральный защитник нужен, тоже не понимаю. Потому что, ну, наверное, если бы это был центральный защитник уровня Пабло или уровня Чорлуки, то хорошо, я готов это принять, да, вот дячка в оборону поставим его, и рядом с ним и Фасон, и Погоснов, и Мампаси, и даже Тин Едвай будет хорошо играть. Но говорят-то не про такого футболиста, говорят-то про Мохаммеда Комара из Янг Бойс, тот же самый Иван Карпов. И у меня на Бусти, подписывайтесь, кстати, на Бусти, очень хорошая тема, я сделал разбор Мохаммеда Комара, мы посмотрели 20 минут его действий в последних пяти матчах за Янг Бойс. Вообще всех действий, не только положительных или не только отрицательных, просто нарезка из Вайскаута. И там нет хороших действий. Там есть, ну, средние действия, когда он играет головой, действительно, головой он играет неплохо, ставит корпус, выпрыгивает головой, играет неплохо. И примерно 15 минут плохих и очень плохих действий Комара, где он проигрывает борьбу, в том числе и на втором этаже бывает, а уж когда один в один, то там практически всегда его обыгрывают. Он не очень хорошо блокирует удары после того, как он идет на перехват, мяч остается у соперника. У него плохая передача, он делает достаточно медленные вот эти вот забросы за спину защитником и ни одна из них за 5 матчей даже близко не прошла разрезающей передачи сопернику и при этом опять же, как говорит Иван Карпов, за него хотят заплатить 5 миллионов евро. Смотрим статистику, по этой статистике он хуже и Тина Едваи, и Ивана Кузьмичева, и большинства защитников нашей лиги. Зачем нужен такой футболист Локомотиву, я просто не понимаю. За эти самые деньги даже я, диванный скаут, могу найти ну еще наверное 10 игроков центральных защитников, которые поедут в Россию, будут стоить дешевле, но которые играют лучше, чем вот этот вот самый Мохаммед Комара. Не понимаю, отказываюсь это принимать, надеюсь, что это просто, ну просто один из вариантов, которые где-то там у кого-то на карандаше были, там не знаю, может быть агент сказал то, что этот игрок готов ехать в Локомотив, предложили посмотреть, посмотрели, но надеюсь, очень надеюсь, что в селекционном отделе, если таково еще у Локомотива существует, эту идею просто отбракуют и скажут, что не нужен. Но главная идея, главная идея в том, что центральный защитник Локомотиву ну в принципе не особо нужен. Выздоровеет Фасон, рядом с ним будет Тин Е2, рядом с ним будет Иван Кузьмичев и вы закроете все необходимые вещи, которые у вас нужны, потому что Кузьмичев снимет весь верх, Тин Е2 хорошо играет на опережениях, на поджиманиях атаки и на передачах, ну а Фасон всех их страхует и те же самые передачи выполняет филигранно. Зачем? Зачем в данной ситуации Локомотиву нужен еще один центральный защитник? И почему бы не потратить деньги, если они у вас есть, на усиление атакующей линии, я не понимаю. Именно в атаке у Локомотива громаднейшие, громаднейшие проблемы. Именно в атаке Локомотив создает постоянно 1-2 икжи, а забивает по праздникам. Так что, ну просто этого не могу понять. Ну и если уж я сказал про селекционный отдел, нельзя не отметить еще одну маленькую новость, но довольно интересную и любопытную. Это о том, что помощником Дмитрия Ульянова, спортивного директора, которого наняли в прошлом выпуске Ежи Новостей, станет Сергей Литвинов. И это имя, наверное, широкому кругу мало что говорит. Сергей Литвинов поработал в Родине, в Пафосе, в Риге. Это, кстати, одна структура, которая принадлежит владельцу сети Фикс Прайс. Поработал в Химках, как раз помощником Дмитрия Ульянова, главой селекционного отдела. Ну и теперь переходит в Локомотив. Но на самом деле Сергей Литвинов это довольно известная в Локомотивских кругах фигура, потому что он начинал свою спортивную карьеру как раз в Локомотиве. Он болельщик клуба, он работал, например, диктором на Локо 2, на матчах Локо 2, еще у того старого, который зарождался в 2009 году. Он работал в аналитическом отделе, есть замечательное видео, как он рассказывает, что он в этом самом аналитическом отделе делает. Давайте на секундочку остановимся и посмотрим. Для тренера собирает статистику по матчу система куда более сложная. То, что мы вручную делаем, это точные данные получается, потому что есть система, которая во время матча делает статистику, там есть процент погрешности. Вот у нас поле нашей работы. Сначала каждого игрока нужно курсором провести через весь матч, точно так, как он действовал в игре. Потом матч запускается по новой. Арбитр дает свисток об начале матча, мы нажимаем начало матча. Индивидуальные дуэли, пасы, подкаты, все вносится в память. Игрок соперника перехватил мяч, мы пишем, что этот навес был неточный. Ну и в целом Сергей Литвинов был еще на зарождающемся локомотив инфо, активно комментировал новости, писал. И я лично рад приходу Литвинова в клуб. я не знаю какой он профессионал, я не знаю какой он скаут, я не знаю чем он занимался в химках, но приход болельщиков в клуб я не могу не поддерживать. В моей парадигме мира болельщик клуба 10 раз подумает, прежде чем дать какое-нибудь заключение этому самому клубу вредящее. Да, то есть если какой-нибудь продавец обоев, Андрей Ласюк, не моргнув глазом, скажет, окей, давайте отличная идея, Жилолединов прекрасный парень, 2 миллиона, миллион сколько угодно столько и заплатим. То у Сергея Литвинова болельщика клуба ну должно что-то покоробиться в сердце, когда ему покажут нарезку Мохаммеда Камара и скажут оцени, можем взять футболиста вроде неплохой. Но он посмотрит и я надеюсь, что даст свое заключение и таким образом сможет отсеять хоть какой-нибудь шлак, который в клуб попадает. В общем прикольная, прикольная новость, интересная и я буду следить за тем, что делает Литвинов и надеюсь, что все будет в этом плане хорошо. А завершим сегодняшний выпуск еженовостей новостями про футбольный клуб Спартак. Ну точнее про то, что Локомотив в пути российской премьер-лиги в Кубке России встретится именно с московским Спартаком. И это на самом деле довольно хорошая для нас новость, потому что ну как минимум, потому что три ключевых футболиста Спартака дисквалифицированы за драку против Зенита. Это чуть менее ключевой Шамар Николсон и довольно важные футболисты Соболев и Селихов. Есть еще Квинси Промес, который тоже должен был пострадать и экспертно-судейская комиссия Российского Футбольного Союза признала его виновным и в то, что он должен был получить красную карточку по итогам просмотра, но контрольно-дисциплинарный комитет решил, что ну подумаешь из-за Промеса началась самая массовая драка российского футбола за последние лет 10. Ну какая собственно его вина в этом все. Забавно, что при этом болельщики Спартака уверены и пишут в комментариях под этим всеми новостями о том, что и КДК, и ЭСК, и Спортс.ру, и все на свете купленные просто зенитом в хлам никто вообще не виноват, а виноват только судья, который упустил нити игры. То, что там игроки били друг друга руками-ногами, в том числе били со спины, ну это судья виноват. Игроки, они были вынуждены в этой ситуации поступать так, как поступали. Если бы не Маскалев, все было бы тихо, мирно. Ну, бог им судья. Но это, к слову, о том, как болельщики Локомотива воспринимают наших футболистов. Например, там, Максима Нинахова, который не получил красную карточку в одном матче и получил красную, которую затем отменили в другом. Болельщики уверены, что это псих ненормальный, которого нужно срочно выгнать из команды. Ну, вот, разная парадигма мышления. Такое тоже бывает. Но сейчас не об этом. Сейчас про Кубок России. Жеребьевку предварял шоу-матч. У меня не хватит никаких цензурных слов, чтобы рассказать вам об этом шоу-матче. Я сидел просто с открытым ртом и пытался понять, что, блин, происходит на экране. Не понимал вообще ничего. Кажется, сборная пути РПЛ выиграла у сборной пути регионов и хрен бы с ним. Но в этом шоу-матче порадовало возвращение Ивана Игнатьева. Он играл, соответственно, ну, можем, наверное, надеяться, что травма позади, и он будет в общей группе заниматься. Даня Худяков, который вообще не старался, зато с удовольствием ходил вперед и пытался забивать, из-за чего регулярно пропускал пустые ворота. Ну, это шоу-матч, здесь такое нормально. Вот. В шоу-матче принимало большое количество воспитанников Локомотива, и вахнов. И это тоже прикольно, это тоже показательно, что воспитанники Локомотива, они везде, даже если они не помогают непосредственно Локомотиву, они в других командах и на первых ролях их вызывают в сборные пути регионов и сборные пути РПЛ. Прикольно. Но само мероприятие это полнейший трэш. Локомотиву попался Спартак, как я уже сказал. Мне кажется, что в целом неплохо будет устрелиться со Спартаком в начале этого самого турнира. Рассказываю немножечко о схеме, если вы до сих пор не знаете. Путь российский премьер-лиги подразумевает то, что команды там имеют одно право на ошибку. Со Спартаком мы сыграем два раза дома и в гостях. По сумме счетов результатов этих игр победившая команда идет дальше по пути РПЛ, проигравшая вылетает в путь регионов. Соответственно, в пути регионов там 4 команды, которые заняли третье место в своих группах и 4 команды, которые прошли по пути регионов в команды ФНЛ, ФНЛ-2. Соответственно, они пока Локомотив будет играть со Спартаком в пути регионов, Зенит будет играть там с командой из пути регионов и остальные, кто заняли третье место. И те, кто выигрывает в пути регионов, сыграют затем один матч с той командой, которая вылетела из пути РПЛ. Да, вот они, Спартак проигрывает Локомотиву, вылетает в путь регионов, Зенит выигрывает с кем они там играют, с Волгой, Ульяновской или с кем-нибудь, и они будут уже играть в пути регионов. В пути регионов права на ошибки нет. И, соответственно, команда, которая проиграет в матче Зенит-Спартак в пути регионов, она уже вылетает окончательно. Мудреная схема, дабл-элиминейшн, двойное выбывание, абсолютно, на мой взгляд, не подходящее футболу, но таков этот сезон 2022-2023. Как я сказал в самом начале, это должен быть год, когда Локомотив побеждает в Кубке России. Нечетный, ничего не хочу знать, Локомотив обязан побеждать, какая бы схема ни была, что бы они там ни придумали, давайте выигрывать. Все, на сегодня хватит, много наболтал, много на самом деле новостей, и надеюсь, что следующая неделя будет не менее интересной. Еще раз напоминаю, что вы можете поставить лайк, что вы можете пойти и зарегистрироваться на ВК Плей Live, где мы будем смотреть чемпионат мира, концовка, четвертьфиналы, полуфиналы, финал, очень интересные пары образовались, наконец-то мы увидим очень яркий футбол с уже какой-то турнирной интригой, потому что смотреть групповой этап и четвертьфиналы, честно говоря, было скучновато. Сейчас уже матчи, в которых решается все, их точно будем с вами смотреть, будет интересно. Бусти, Телеграм, Ютуб, в общем, где найдете, там подписывайтесь, везде стараюсь сделать что-то для вас интересное. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok